приветствую всех кто на моем канале исходя из названия видео вы прекрасно понимаете что речь пойдет о паяльной станции да это видео больше актуально для радиолюбителей такие как я я занимаюсь ремонтом мобильной техники и поэтому мне она как воздух нужно ранее я брал ее с работы у меня на работе замечательная станция люкейс то есть 702 простите ошибся но порой иногда не получается мне взять с работы станцию а дома мне она нужна и поэтому я решил заказать себе свою личную станцию так обычно блуждая по сайту алиэкспресс я наткнулся вот на такую станцию для долго изучал ее и мне она понравилась перед нами естественно есть выбор заказать из китая из россии но зная как наша почта россии относится к посылкам я посчитал что лучше заказать ее из россии также мы получаем доставку от 5 до 15 дней где же можно выбрать один просто комплект без всего пустой который входит просто 4 насадки на фен и более ничего либо мы более богатый комплект выбираем которые входят разные пинцеты сжал и паяльный отсос какая-то кисточка ну на давать элементы и всякое ненужное дребедение считаю что какое бы в подарок не клавалось дополнительное оборудование но она будет не очень хорошего качества и я лично считаю что это лучше заказывать отдельно там где вы хотите это приобрести поэтому я заказал обычный набор без всего мне он обошелся чуть больше 5000 итак спустя два дня мне прямо на квартиру принесли вот это ну что распакуем такая вот доставочка ну что давайте распакуем посмотрим что же у нас внутри также если что-то не так то откроем споров но мы будем надеяться что внутри у нас все хорошо ничего не поломано по виду никаких вмятины упаковки нету это хорошо вот такая у нас рубка маяльная станция сайка ну вот ее модель 952 d ну что же распакуем нашли запакован скотчем по бокам надежным запаковали сверху нас встречается мануальчик здесь у нас непонятный язык иероглифы здесь уже дальше идет английским здесь у нас описывается в каждой станции что есть что нету у нас это 952 д который ты вот это графа здесь описывается как менять нагревать элемент фене фен у нас турбины то есть внутри стоит вентилятор здесь вот сама спираль накаливание фене здесь же показывается паяльник как он разбирается меняется здесь разные насадки на фен здесь разные жало для паяльник так у нас идет вот такие насадочки на фен фен так это у нас тут идет подарок непонятное такое похоже на ручку сепаратора где срезается струной дисплея именно точно такие ручки не используются в сепараторах если хотят не видели обзор сепаратора то у меня на канале он есть если кому нужен то могу под видео ссылочку оставить зачем эта ручка здесь паяльной станции честно говоря что-то я не знаю и вот такая какая-то спица я так понимаю она сюда одевается ну видимо наверное под какие-то микрухи поддевать когда отпаивать честно говоря не знаю такое приспособление я вижу впервые если кто знает что это такое то будьте так любезны в комментариях напишите что это такое или чего это будет очень любопытно узнать также у нас вот такой паяльник точно радует то что этот паяльник вот с таким разъемом они как у люки 702 который у меня на работе там такой маленький разъем который постоянно пытается вынуться из паяльной станции тем самым паяльник у нас остывает очень очень удобно интересно такой паяльничек на самом деле есть такой защитный колпачок который потом выкинуть ну и соответственно жало элемент нагревательные с виду керамические может быть это псевдо керамика не знаю честно говоря чуть позже я все мы это опробуем действие деле как всегда появится честно вот такие жало я не уважаю я данным давно привык к меди и только к меди и вот эти белые непонятные я их не люблю поэтому естественно это я выкину выливаем дальний ящик положу и поставлю сюда медяшку медяшка куда лучше так что же у нас дальше посмотрите-ка здесь продавец у нас оставался на славу столько всего насыпать но честно говоря молодец молодец беспокоиться своих продаться покупателя так ну что мы видим мы видим переходник давайте мы освободим это все это делаем что дальше коробки дальше коробки у нас остались только подставка все больше там ничего нету сторону подставка на что такая вот не черная синего такого креативного цвета губка первое такое вижу на самом деле все они желтые всегда идут на него плеваешь водичкой она разбухает это для очистки самого жала на самом деле это губ как раз таки предназначена именно для белых жал который идет в комплекте с этим паяльником вот медные жала конечно в ней не чистится хотя можно чистить тоже так но это у нас для фена поставка так фен вот такой у нас фен турбировый такое покрытие у него не soft touch пластик но приятное не из дешевого куток у пластика у него сопло сюда одеваются наши насадки насадки имеют винты которые открутились надо будет накрутить то есть мы одеваем и винтом сжимаем это удобно шнулики они просто одеваются и поворачиваются и порой бывает во время работы ослабляется и сваливается эта насадка очень напрягает это здесь жестко закрепляется я думаю будет это удобнее намного так танцы у нас запаковано этим ее распакуем целлофан нам больше не нужен вот такая вот станция так ну давайте я тогда сейчас надо прикрутить во во-первых сейчас мы это делаем так должен накрутить надо начала выкрутить вот эти винты все накрутили здесь что надо подключить когда у нас увидим продавец положил такой переходник здесь китайская вилка печально конечно здесь жалко что нету разъема как компьютере поменять полностью кабель я естественно этим панографии пользоваться не буду я переделаю под нормальную европейскую вилку ну пока для обзора я потучу через нее а давайте мы ее вскроем я думал многим интересно из чего она состоит здесь конечно же мы видим пломбу но пломба не нужна я же не буду в китае и отсылать для ремонта верно также мы видим включатель общий предохранитель ну что же давайте приступим я думаю для удобства мы пока подставку для фена открутим чтобы она не мешала здесь кстати говоря и видите есть отверстия специальные докупается такая подставка для фена для небольшое приспособление для выпаяния какие там чипов микросхему не знаю лично мне она не нужна это что ну что скрываем состоит она естественно из трансформаторы кстати заметьте я его включал он даже не шумит давайте я продемонстрирую еще раз я включаю его сеть тумблером щелкнул мы видим горят мерцают индикация давайте я микрофон поднесу к самому то с ароматами вы сами убедитесь вот микрофон ничего не слышно ничего не болтается так но я выключу людьми не шибанул током потому что я полезу вовнутрь сам отрнем не жатается единственно что он земляной контакт я бы конечно есть переделал на что на покрашенный материал прикручиваются земляной контакт ну конечно идиотизм но я скоро и как я говорил тут против выпаяю в появе с нормальной европейской вилкой чтобы не было этих китайских переходников вот плата никаких тут ляпов перемычек ненужных нету здесь все четко как мы видим давайте я приближу было видно все детали стоят ровно претензии вообще никаких нету все идеально что вот ну я думаю сборку я не буду показывать отнимать тем самым ваши двигаться на время заключу винты без камеры и так и по местам что подключил сеть как мы видим здесь у нас на обратной стороне общий выключатель питания сейчас мы выключим сейчас я включу и как мы видим начинает моргать прочерки на дисплее вернее на индикации означающие что наша станция включена но пока не выбрана тем чем будем пользоваться и так давайте по порядку здесь есть два включателя это у нас для фена это для паяльника да кстати давайте паяльник подключим таким изумительным разъемом как он мне нравится накручивается все чего никуда не деваются просто идеально после люкей стоит 702 это просто находка так ну что же давайте включим начала фен мы видим я есть уже нацепил жало я в основном с таким жалом работаю станут сжимается таким винтом и отлично держится никуда не делается так включаем фен но естественно как во всех нормальных станциях у нас этой поставки находится магнит в самой фене геркон соответственно если мы берем станцию поднимаем то она начинает работать и набирать температуру как мы закончили работать ложим ее на подставку и она автоматически выключается кому-то это удобно но честно говоря у меня даже на работе станция лиги 702 такой режим работы работа именно работает но у меня это дико раздражает потому что ну во первых у меня на работе сделка тем чем больше я сделаю тем больше я заработаю и соответственно что то нужно заменить какую-то микросхему это нужно каждый раз ждать пока фена разогреется когда идет поток у вас плат 10-20 и нужно одно и то же менять и каждый раз не попросишь же кого-то подержи фен чтобы он не остывал правильно каждый раз кладешь и он остывает и поэтому на работе я отсюда с этой подставки просто вынул сам магнит чтобы он мне просто не раздражал маска так и тем самым у меня фен сейчас работает на работе полностью в ручном режиме то есть когда я захотел тогда я включил здесь же в этой станции что от меня она у именно очень понравилось этот режим можно выключить здесь вот этот как переключатель есть авто мануал допустим если я переключаю вот сюда все фен набирает температуру и тем самым больше не выключается то есть он постоянно с одной и той же температуры которую вы выставили естественно температуры меняется так фен вот она это поток воздуха это температура то есть какую температуру вы выставили с такой температуры постоянно фен работает это просто излюбительное кому конечно хочется автоматика то включаем автоматика включается вот так тогда вот работает в автоматическом режиме то есть пока у нас на подставке он остывает доходит до 100 градусов и выключается вот посмотрите сейчас сейчас он дойдет до 100 градусов по крайней мере должен выключиться все нормальные фены 300 не выключаются сто пять три то два все как мы видим он выключился нужно поработать снимаем пошел разогрев далее удобная штука еще одна сейчас фен остынет когда она в автоматическом режиме соответственно мы его положили сюда на подставку он выключен и нам нужна какая-то температуру как узнать какая температура здесь же можно в этом режиме настроить температуру какую надо не подымая фен нужно нам допустим 150 151 все на задано подымая до 150 будет разогреваться то есть здесь не вовключенном режиме можно сразу же отрегулировать какую нам температуру надо это очень удобно и некоторых фенок приходится его поднимать после чего делать регулировку выставлять ту температуру когда которую нам нужно здесь же этого не надо здесь все выполняется регулировка нормальном лежачем состоянии фена когда он выключен это просто супер так с феном мы разобрались теперь давайте разберемся с паяльника включаем паяльник паяльник регулируется здесь вот его температура что хорошо то что мы выставили 374 73 70 градуса и мы видим здесь реальную температуру жало не ту который мы выставили а именно та реальная которого он набирает вот все он набрал хотим занизить 246 и 48 мы видим реальную температуру жало то что он остывает как мы видим еще зайдет температура то есть не то что там где-то там маячок какой-то моргается дает показывающий нагрев не нагрев какая температура жало непонятно потому что предыдущих версиях сайки там была именно температура которую мы задаем а какая на самом деле когда он встывает непонятно здесь же мы видим в реальном времени какая температура именно жало это очень удобно мы поставили какую-то и мы видим как паяльник набирает это очень удобно давайте же сейчас попробуем посмотреть правильно настроены температурные датчики паяльника и нашего фена для этого я взял тестер мастэч 64 и на наши термо паре мы будем проверять давайте сначала проверим наш фен включаем фен выставим для начала давайте 150 градусов делаем это сантиметра наверно полтора рабочее наше расстояние показывает 160 165 ну в принципе немножко вроде как завышает хотя на самом деле мы так близко то вряд ли появим ну где-то сантиметр два давайте я ну вот сантиметр два если относить то да почти совпадает давайте поднимем температуру градусов 270 сделаем 271 допустим отпаиваем какой-нибудь контроллер на айфоне питание ну где-то близко к этому 275 279 280 прыгает на самом деле сложно уловить куда датчик поднести но давайте побольше сделаем 9 382 больше я уже задирать температуру не воду на что уже как-то жалко мне плавить термопару вернее саму изоляцию термофары мы видим что да набирает уже вот 382 вот пожалуйста набрал принципе совпадает вот мы видим я положил пен на родную поставку и пошел вниз занижать температуру до сотни и вскоре выключиться даже мы сейчас шелкнем сюда на выключение то он умный он сразу не выключится потому что турбине нужно остыть иначе она может просто поплавить корпус и сейчас как мы видим дойдет до сотни тогда он выключится это кстати большой плюс то что принудительно нельзя ее выключить это хорошо так ну что же давайте теперь проверим паяльник как я ранее говорил я не люблю вот эти белые жала непонятные я люблю медь вот она наша добрая медюшка давайте мы ее и поставим можно поставить вот такое жало можно топориком видеть они у меня уже заложено уже готовы к работе также есть более тонкие ну давайте из этих жал поставим такой топорик я думаю более актуально измерять температуру именно в этом топорике на таком форме жало снимаем это белое извращение не люблю эти жало надеваем топорик деле сверху насадочку это кожух вот мы видим все отлично так ну что же включаем наш паяльник ну давайте на температуру 200 поставим ради интереса начнем с небольших температур 200 8 чуть чуть давайте 202 она пускай будет так возьмем нашу панифольку и припой это один может такое можно тонкие у нас для опытов мы возьмем толстый а ну температура конечно маленькая для этого припоем что-то я отступил ладно давайте замерим на нашем жале какая температура сейчас находится ну как обычно на таких паяльниках она немножко занижена градусов наверно на 20 в принципе сейчас верную температуру и показывает на что обычно даже на люке из 702 которые если же выставляем где-то градусов 300 тонн где-то 280 270 250 320 температура ну давайте прибавим ради интереса еще и так сделаем чтобы ну 300 допустим выставим более взяли чуть-чуть давайте замерим смотрите-ка почти 300 регулированного просто супер 300 градусов я не ожидал тот которыми на работе люке я почему им не паяю я там читая пользоваться именно велер немецкой паяльником индуктивным индукционом хотя здесь смотрите даже получается немножко завышена получается что на люке и у меня отрегулированы так что там чуть ниже температура на работе здесь же получается чуть 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 больше на 10 градусов интересно даже давайте еще побольше делаем градусов 351 давайте посмотрим что же выдаст наш тестер термопары ну да чуть 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 завышается но я так понимаю градусов на 10 градусов на 10 где-то завышается в принципе это нормально сами жал уже на этой станции меняется элементарно как я и говорил здесь винтик который ослабляется снимается сама насадка элементарно ну допустим такая вот для каких-то квадратных микросхем такая насадочка такая более тонкая допустим выпаивать те же самые контроллеры питания айфонов тонюченькая давайте и насадим вставляешь и затягиваешь винт все она плотно никуда не денется не свалится отлично просто я лично этим приобретением очень кому интересен такой фен то я оставлю под видео как обычно в описании ссылочку на продавца также вот у продавца можно заказать как из россии так из китая китая чуть дешевле получается но вам дольше придется ждать его я же заказал этот фенки из россии мне он пришел за два дня это дороже буквально на рублей на 300 на 400 но я думаю этого стоит вот такой у меня получился видеообзор кому понравилось не забываем оставить лайк начинающему каналу а также подписывайтесь на мой канал желаю всем удачи пока